Добрый вечер! Какую надеваю-то я? Добрый вечер, Игнатихич! Я говорил с этим Евгением сейчас Он сейчас в дороге найдет место такое с автомобилем более подходящее для связи и мы сделаем такую на троих видеосвязь В общем, конференция такая небольшая В общем, этот человек что предлагает? Он увидел ваш канал в интернете Ему очень понравились ваши проповеди, лекции и вообще ваши беседы с людьми И вот он, в числе прочего, хочет все ваши видео то есть вынести, как говорится, сделать удобнее чтобы люди могли просвещаться с помощью ваших проповедей и могли бы легко находить по темам ролики в общем, какие удобные им было бы И сейчас его зовут Евгений он позвонит и нужно будет обсудить он расскажет свой проект и утвердите вы его или не утвердите я не знаю, о чем вы договоритесь и попутно еще нужно побеседовать по поводу поездки то есть он тоже занимается вот этими всеми вещами компьютерными способлениями и он вам предложит, что вам нужно с собой взять или что там отложить наоборот в поездке чтобы вам было удобнее использовать камеру там и все остальные примочки к этому в общем, такой будет разговор понимаете, в чем дело? вот сейчас я ему через 5 минут звонить буду ну, как он это будет делать, я не знаю, но... как-то со стороны он будет это делать? вход-то сюда я не могу отдать, там, пароль, чтобы ходить и что-то делать он со стороны будет делать он абсолютно свою будет площадку создавать, понимаете? пожалуйста, только приветствовать могу вот он и он хочет расскажет, может, о своих там планах каких-то вот, а вам нужно одобрить или наоборот там... ну, надо, чтобы кто-то меня на контроле держал я могу что-то не ухватить, а ответить не так я за, чтобы было лучше у меня очень простое правило чтобы мне было хуже, чем было даже если ничем окончится, это сойдет но чтобы не хуже было, ни по одному параметру но он человек-то в интернете продвинутый, понимаете? он хочет сделать такой канал и продвигать его в интернете максимально расширить его и сделать таким общедоступным чтобы люди знали о нем и просто проникались вот этим просвещались, к примеру, люди потому что он, парень-то молодой, ему там не больше 25 лет но он, видите, как проникся в вашей... если его касается Слово Божие в своей истине то он будет до конца держаться а если послушает кто со стороны, ему что-то будет говорить его надолго не хватит понимаете, что он сам... я вчера сегодня остаюсь тот же, я не меняюсь потому что истина открытая в начале через Святых Отцов, я сейчас только с сектантом отвечал я привожу на форуме, она в первой строчке противосектантская церковь, 75 мест Библии привожу каноны вселенские жития святых и святых отцов он ничего не приносит, ничего, ни одного даже из Библии святой, ничего нет а он только ругается и думает, да он пьяный православный да какие они, да как сейчас не об этом-то речь идет они, притом все одинаковые, хоть адвентивисты, хоть кто все разные, но по отношению к церкви, к священцу все одинаковые почему? учитель один учитель лжи я им простой вопрос задаю когда я в университете вел занятия я грифельную доску вот так вот пополам разделяю ну я говорю, давайте сейчас в зале поднимайте руку обычно у меня записка поступает я пишу преступление на другое наказание ну преступление, отгадайте какое десять суток ну что это человек не там помощился на вокзале или заматерился правильно один год он дальше начинает говорить курицу своровал там где-то десять лет о, это очень серьезно десять лет это начинает дальше так, а тогда когда задавал смертная казнь была смертная казнь ну тут не однократное убийство как щекотило малолетних там изнасиловал и проще согласен да я хочу, чтобы люди согласились что мера наказания зависит от преступления его величины вот теперь дальше живьем в ад с телами вместе так разве есть такое наказание конечно есть оно один раз было за всю мировую историю книга четвертая книга Моисеева шестнадцатая глава так теперь говорите какое это преступление было ну известно кто пострадал дофана верон и корея и все которые были с ними и двести пятьдесят мужей и было заранее сказано отойдите от них доказательство то Бог взял доказательство если они умрут обыкновенной смертью то значит это просто так а если не обыкновенной а не обыкновенной значит не бывало такого то поверьте что это я я Бог наказал их какой грех еще ни один мне не назвал за пятьдесят лет вот как замуровал сатана я говорю а что они сделали то эти люди то ну ну что они сделали вот он начинает толочь на одном месте тянуть волынку а они отделились от церкви Христовой так а тогда не было не было она была в прообразе церковь Израиля написано посреди собрания восхвалю тебя а церковь это собрание собрание переводится просто экклесия значит было было и они решили отделиться а кто вы такие а чем вы лучше нас ну и мы решили сами взяли кадильницы а вон схема пожрал их провалилась земля и они шатрами все провалились в преисподнюю вы понимаете насколько великое это наказание это хуже многократного убийства Савл так не пострадал царь Седекия написано кровью наполнил Иерусалим от края до края и он так не пострадал Ирод убил жену как народ детей младенцев и он так не пострадал значит какой то есть один и единственный грех который страшнее всех вместе взятых грехов отделение от церкви и они себя провозносили церковь это грех сектанства это ваш грех и я им это показываю они не могут возразить ну они упорные ужасно они начинают там вот там пьяного мы видели он лежал там сейчас не об этом речь идет речь идет о том что у вас действительно или права на улице тебя остановил милиционер гаишник там ДСП теперь и говорит предъявить права а что мне предъявлять права там вот смотри авария уже была а вот тебя спрашивает дай права ты ему бумажку любую давай да я лучше других я не пьющ это ваши православные я баптист я не пью мы дружно живем у меня жена детей дорожала 48 не имеет значения предъяви предъяви есть у тебя законное право водить машину и когда вернулись из плена они написаны искали родословные священцы не нашли и были исключены вот как Игнат Тихович ну на этой почве сейчас ведь многие сектанты уходят от своих пасторов в православную церковь вот именно вот на этой почве да и когда меня спрашивают разные миссионеры спрашивают ну вот как так у вас вот сектанты в моем доме приходили зачем мы баптисты принимали особые церкви что запретили мне давать слово а до этого они давали я у них проповедовал и баптисты говорят и в Америке и говорят начался отток от баптистов православия и назвали опасное барнаульское учение а какое опасное я сказал церковь я за вас страдаю я хочу чтобы были церкви чтобы избрали из себя лучших старших пресвятеров и чтобы они обратились патриарху к синоду и получили истинное рукоположение но под определенными условиями пусть без икон будет пусть без мощей будет это не имеет значения главное чтобы было рукоположение и приняли символ веры а они не будут соблюдать канонические правила обойдемся церковь делала уступки когда донатистов принимали Василий Великий говорит неправильно их принимают но общее решение я принимаю без крещения через помазание потому что они были крещены троекратное погружение ну там были свои заковыки вы должны быть выше собственных притязаний на души людей он не так понимает важнее чтобы он был спасен не было раздора у меня конкретная программа знаете все вы знаете что хочу давно сказать и все упускаю зверь вы камеру опускайте чуть пониже а то снимает потолок а у вас одна голова вы лучше себя пониже бороду пусть снимаете не вот камеру чуть пони вот так вот еще еще чуть я не совсем ее могу шевелить ну наверно можно потому что все я сейчас я не вызываю ну благодарю за указание я пробовал она не шла у меня нет она идет только надо посильнее ну подтянули да так сейчас секунду я ищу его искание своего пока там делаете я буду говорить это является почти главным препятствием в миссионерской работе не ищите своего но что угодно спасителю а эту волю познавать надо ой как мне недавно звонит одна попала в аварию а и он раздавил машину ее разбил а сам смотался и она за ним а теперь-то подает его поймали сообщили там ей помогли его а милиция теперь главный вопрос почему ушли с места происшествия может еще и не быть я говорю ты заранее проси завтра молиться надо по нашему это будет в 5 вечера я попрошу вас тоже помолитесь за ней ее Галя звать чтобы Бог усмотрел его святую волю нам понять я не прошу чтобы платили наказали только воля Божия была нам больше ничего не надо пройдет короткое время и мы увидим как начнет проясняться туман наш наших вожделений ты осталась живая глаза целые стекла мимо пролетели дети живые муж тебя любит удовольствуйся пока этим желудок переворачивает пищу да так так все Евгений у нас сейчас давай он безбородый он какой молодой парень совсем молодой ну как ему понравится мне я не знаю я сопливый парень новый Евгений левшин может быть левая рука у него лучше работает а у Лескова левша тот мастер то блоху подковал блоху подковал пробивает как я слышу вам меня не видно а мне вас не видно я видите я в машине сотового телефона а меня вам видно нет картинку видно там молодой парень сидит еще какая-то лента да это я в машине это ремень безопасности понятно да я вот на трассе стою сейчас покажу да нет это не ремень безопасности фотографии это нет теперь я согласен видите в машине меня или нет нет просто на картине никакой машины мне не видно а я другому человеку просто звоню видимо сейчас секунду я параллельно просто тоже звонил сейчас камеру включу так я третий день простыл как так потерпите меня хорошо Жень как знаете что я не могу камеру включить так у меня вот камера это работала когда я один на один а когда на несколько не работает камера не показывается ну давайте отправиться вам расскажу а потом Игнатию Тихоновичу отдельно позвоню чтобы он увидел так вы с тобой разговариваете я и есть Игнатий Тихонович да 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 ну давайте он понял сейчас я задам некоторые вопросы и все отойду а вы там вдвоем уже пообщаетесь я понял так Сергей на несколько минут отойди а потом включись мне я сейчас скажу и уйду и все да да пускай включается в общем нужно рассказать Игнатию Тихоновичу какие есть задумки в общем по там по видео по каналу по его вот и в поездку что там ему лучше как быть то может быть что то предложение какие будут сейчас сейчас я скажу вообще познакомимся с Игнатием Тихоновичем ну все Сергей надо отключаться вот ничего это они ну так еще эта система скайпа можно сказать еще в разработке как это потом будет это смешно же что скажет не тянуло как было раньше это закройте Игнатий Тихонович а что мне нажимать я думаю закрыть надо нет 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 закрыть да закрываю и вторую закрыть закройте ну это вы не закрывайте вы просто сворачиваете закрыть закрыть во ну что ждать надо это Екатеринбург что-то что-то я сегодня уже и кашлят начал вчера только и нос а сегодня кашлял я даже удивился что зима наполовину прошла я даже ни разу не простил у меня ноги холодные были в избе пол холодный вот так покажи как ой-ой-ой В общем, я в машине еду в Екатеринбург из области, 20 километров не доехал. Вы только сразу знаете, у нас снимает Володя, вот видно, вам видно его? Да, видно, видно. В общем, Игнатий Тихонович, я с вами познакомился так, делал запрос в интернете по поводу мощей, которые в церкви находятся, и вот попал на ваш видеоролик, было очень интересно слушать, а потом в течение трёх месяцев слушаю вас. Очень нравится. Это первое. Второе. Узнал из ваших видеозаписей, что вы собираетесь в поездку с благовестием по России и Европе. И вот на этой неделе подумал вам написать ВКонтакте, я ВКонтакте там в группе у вас, нужна ли там поддержка какую-то, может там кассеты нужны для записи на видеоплёнку и так далее. И написал ВКонтакте, мне ответил Гавриил. Он сказал, что вы купили новую камеру, но пока есть сложности с её эксплуатацией, использованием. Ну и я предложил ему свою помощь, так как работаю в этой области уже не первый год, консультационную, каким образом обрабатывать видеоролики, каким образом упорядочивать материал. Потом он мне сказал с Сергеем поговорить, с которым мы только что связывались. Поговорили с Сергеем. Вот, у меня к вам вопрос, могу ли я помочь вам с вашим благовестием в плане купить там пару карточек для камеры, чтобы люди России могли вас смотреть в хорошем качестве через интернет? Да, первое. Второе, могу ли я помочь вам с встречей в Екатеринбурге с прихожанами, христианами и неверующими людьми? Ну и третье, могу ли я вам предложить, вот у вас будет турне, было бы очень интересно сделать это событие, как будто в реальном времени. И вот если вы мне позволите помочь вам с технической точки зрения, подсказать, как это лучше будет сделать, то... Что-то не слышно. Вас будет как бы видел... Слышь, у него с телефона и в машине. Какие-то там задержки. Алло. Да-да. Вот, ну, сейчас камеру включу. Всё, что я хотел сказать, теперь вас буду слушать. Так, в Екатеринбурге мы уже были, мы туда не попадаем. У нас времени нет, у нас очень сжатый режим. Мы выезжаем примерно 27 мая. У нас будет ставка, туда мы отсылаем примерно 4 тонны литературы. За Москву это Смоленская область или Калужская, где-то примерно здесь. В прошлом году мы были в Ростовской. Там мы должны быть, ну, в первых числах мая, первого, допустим. Пятого июня. А пятого июня мы должны пересечь Шенгенскую зону. Это через Болгарию. И Шенген открывается через Грецию. Там нас ждут. Там мы переезжаем через, это, море, пролив в Италию. И уходим на Португалию. Оттуда, возвращаясь через Германию, мы проходим в Сюрих. Все захваты внутренне мелкие государства. В Германии мы останавливаемся, там нас ждут. И проходим на... Нам, главное, в Англию узнать теперь, поедем или не поедем. Главное, мне нужна национальная лондонская библиотека, куда я еду, дарю свои 38 книг. Я еду со сопротивляющей целью. Встречу с людьми и подарю свои книги. А оттуда мы уходим сразу, захватываем по берегу все, что есть. В прошлом году мы прошли Польшу, Германию, уходим через Данию, Скандинавию. Потом переплываем, пройдя все эти государства, 4 государства, через Рижский залив, идем на Прибалтику. 3 государства и уходим после этого. Заряжаемся снова, где у нас ставка будет, и уходим на север. 130 городов мы должны пройти, и все. Понятно. Это в ответ на один из... На второй мой вопрос по поводу Екатеринбурга, да. А по поводу первого вопроса, по поводу поддержки, там, карточки памяти купить для камеры вашей. Что это означает, я не знаю. Это значит, кассета, в которой информация-то записывается. Флэш-карта, которая вставляется в видеокамеру. Ну, которая показывает, как маленькие кассетки-то. Да, 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 да. Так, а что, трудно купить нам, зачем база задействует здесь? Ну, не знаю, у вас такое турне, там, огромное количество денег нужно, а у вас пенсия, там, 7 тысяч. Ну, понятно, у меня минимальная пенсия, это правильно. Но эту-то карту, которую вставляет-то, там, флэшка, там, или что, как назвать-то? Неужели мы... Так одна-то карта стоит, одна-то карта стоит 3 тысячи, а ее хватит, там, на часов 10 записи. А вы же каждый день часов по 10 будете записывать. Это сколько карта? Нет, нет, каждый день не будет этого, не будет. Мы записывать намного меньше будем. Больше это не нас ждут. Это Греция, вот сейчас вчера договорились с Финлядией, во Франции, в Италии, там, допустим, сейчас в Португалии прорабатываем. Там может больше, но мы можем записывать в каждой библиотеке, где мы бываем, национальных библиотеках, государств. Это может быть. Понятно, понятно. Ну, тогда... Я думаю, этот вопрос мы прорешаем, сделаем что-то. Ну, я бы хотел помочь. Дело общее, большое. Мне бы хотелось вам как-то посадить. Мы купим, купим сами. Заезжать мы нигде не будем. Вот в чем дело. Мы идем прямой наводкой на Москву отсюда. Мы нигде не можем даже тормознуть. Так, я понял. Я ездил в Омск. Это же дорого на машине ездить. Я вот за это переживаю. Я бы хотел вам помочь финансово. Вот и все. Финансово через Сергея. У него там открыт кошелек. Это мы примем. Дело в том, что общий расход, который мы так прикинули, примерно, с евро, примерно нам нужно 800 тысяч. Ну, понятно. Понятно, что... И не имея ничего, мы верим, что нас Бог благословит. Мы верующие, православные. За нас молятся все. В прошлом году мы прошли 130 городов, поселок и 15 государств. И Бог сохранил нас. Ну, очень приятно с вами разговаривать, Игнатий Тихонович. Я тогда по поводу обработки видеоданных, снова видеокамеры с Гавриилом поговорю. У вас ведь еще тысяча часов, он мне сказал, не обработать видеоматериалов. Вот мы с ним поговорим, и я постараюсь вам помочь, если вы разрешите обработке. Так, что мне не понравилось, я скажу, что не понравилось в этой камере. А она, файл, который у нас всегда в одном был, она его дробит на 4. Это абсолютно не нам нельзя. Его надо сомбарить, и в файл ушла. Разные качества записи, если на минимальном качестве записи, она будет в одном файле 2 часа держать. Гавриил уже поставил. На достаточно хорошем качестве в одном файле 2 часа будет держать. Уже поставил, Гавриил говорит. Тут видишь, Володя говорит, что поставил уже. Я сегодня говорил, что надо поставить. Второе. Слишком объёмно. У нас обычно было 1,7. О. А сегодня сколько там? Ну да. А теперь 13 гигабайт. Это на с ума сойти. Тут никаких флешек не хватит. Уменьше. 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 Что у вас, если вы на HD перейдёте, на новую камеру, вам нужно компьютер будет поменять. Потому что старый компьютер не сможет обработать новый объём данных. И поэтому я об этом тоже подумал. Что если, не знаю, вам нужен другой компьютер, точно новый. Я бы тоже... С тобой-то мы не возьмём компьютер. У нас куплены жёсткие диски по 2 терабайта. Ну так, жёсткие диски это одно. А нужен процессор для того, чтобы обрабатывать эти видео данные. Ну а где мы остановимся? Там остановимся. Допустим, в Смоленске или в Москве-то. В Берлине-то. Ну там люди-то есть, специалисты-то. Мы туда и обратимся. Там могут помочь. Наши люди там. Да я понял, Фоня Гнатин Тихонович. Ну ладно. Ну а как вам работать издалека-то? Мы просто... Я бы рад любого помощника иметь. Но просто я не могу выйти. Мы пробрали с собой ноутбук, и мы ничего не могли сделать. Просто он место занимал, и могли погубить его. Понятно. Я с Гавриилом поговорю, ему расскажу, каким образом я могу помочь. А потом мы сделаем маленький прототип, и вам покажем, как это будет работать в интернете. Так, я что-то от Сергея слышал, не совсем понял. Будто бы выставлены наши ролики, вы как-то можете на них влиять или что? Или только на те, которые мы будем присылать оттуда, с дороги? Вот что мне не нравится на канале в Ютубе, на Ютубе, что все материалы не систематизированы тематически. То есть там есть просто заголовок, да, и всё. Я бы хотел... Ну, мне бы удобнее было говорить о какой-то системе, допустим, Евангелие, там, Придание. Это будет, Женя, это будет, уже работает над этим. И краткое содержание, на какой минуте, уж теперь выставляется. Отдельное собрание, отдельное занятие, это будет, мы уже знаем это дело. Ну вот я в этой вот работе-то и хотел поучаствовать. А вот это хорошо. Ну как, давайте. Вы берёте, допустим, у меня отдельный плейлист, там, скайп, разговор по скайпу. Берите это. Да, 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 да. Ну я видел, я с говорилом говорил, понимаем. Надо попробовать, надо попробовать. Так, как вы это можете сделать? Просто как один из прихожан, там, кто, ну, кто приходит на наш ролик-то. Да, 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 именно так. Вы понимаете, определённое, возьмите, когда плейлист откроете, наши, там разное, там, я около, не знаю сколько, около 20 плейлистов. Уже разбитым по основному, но вот это, по скайпу, там разные темы об Евангелии, вот сегодня мы разговаривали с батюшкой Сергеем об Евреях, об Евреях, об Англии, вопросы большие во свете Библии. Решительно просто можно сказать, редкие вопросы, они были подняты. Хорошо бы, вот в этом, там, в оглавлениях или где-то указать, нам нужен такой помощи, как вы. Всё понял, я тогда буду полезен. О, мы молились, и тогда мы можем уже, смотря по делам, сказать, что Бог ответил на нашу молитву. Только напомните, вы работаете только по скайпу, там написано разговор по скайпу. Понял. Идите, вы не входите в плейлисты, а вам там хватит, там уже, наверное, 46 роликов. Всё понятно, всё понятно. Хорошо, тогда я вас... Выздоравливайте. Третий день кашляю, тут простылая, маленькая. Всё, выздоравливайте. Спаси Христос. Я держу голубей, и с голубями вышел там, пока покормил, видо подхватил. Всё, выздоравливайте. С Богом, спаси Христос, давайте не болейте. А когда вы сможете начать по скайпам работать? Ну, я покажу, как я буду работать, где-то к началу следующей недели. Так, а вы Mail.ru знаете эту систему? Я в ней не очень работаю, у нас другая система, я в Яндексе работаю и ВКонтакте. Так, в Яндексе, Mail.ru, там в Яндексе, наверное, и есть мой мир. Это такой простой, зарядите. Я Игнатий Лапкин один, мне удобнее было бы общаться. Листик заведите, попросите, друзья. Хорошо, хорошо. Это в течение нескольких минут, эта система очень хорошая, она прям наглядно всё выставляет. Я считаю, она более продуктивной, нежели ВКонтакте и Одноклассники. Всё понятно. Я вас там жду, и тогда мы будем всё время общаться перепиской. А потом в скайп раз нашли. Всё, спасибо. Всё, Сергею как-то надо дать знать, чтобы он зашёл. Хорошо, хорошо, хорошо. Сдам всё. До свидания. До свидания. Вот, Володя у меня тут. До свидания. Слава Христу. Так, Сергей сейчас, может, зайдёт. Мы об этом молились. Неудобно говорить, я гнусавлю тут. Миша Кальмаев взял по собраниям, и теперь он мне скинул и говорит, никому не отдавайте. Я буду заниматься этим. А по скайпу я никому не мог отдать. А если он в этом деле специалист, он отмолотит их мне. Ну и он-то наберётся, будь здоров. Каждый скайп у нас, это не две минуты. Мы иногда беседуем минут пятьдесят. И представь, сорок восемь бесед примерно так. Но ещё будем надеяться. Это благодаря Сергею и Гавриилу. Видите, как с разных сторон. На нашу немощь Божья сила. Было сказано Павлу, в немощи Божья сила. Ничего нету. И он раззаботится, как помочь. Может, что-то у нас Господь и сделает. Но мы обязательно должны выехать. Потому что это нужное дело. Исключительно нужное. Сергей-то что-то не выходит. Где-то на него как-то шагнуть. А ну-ка давай. Где он у меня тут? Ну-ка, покажи. Нет его здесь. Его не видно? Посмотри. Он лежащий. Вот он. Его как? Два раза не отткнуть или как? Не знаю. Ну, тните. Видеозвонок снова. Надо было в видеозвонок уже. Отключи. Ну что, Сергей, отговорили мы? Что-то быстрого. Ну, всё сказали. По сути дела. Можешь посмотреть потом, мы когда поставим-то. Он мне понравился. Простой парнишка-то. Да, короче. Ну что. Относительно того, что он говорил, там где-то помочь. Я говорю, через вас средства. Нам это легче. Мы сами купим. Гаврил работает в таком магазине и может купить. Большие, как называет он, что? Флешкарточки. Флешки? Флешки, да. Ну, эти вставочки. Ну, как-то по-другому. Там карта называет. Флешкарта, да. А вот. Он может обрабатывать наших скайп-бесед, это 48. А мы об этом молились. Потому что не найдешь, где Евангелие, где мы говорим о мусульманах. На каждой минуте. Вот сейчас у меня обрабатывает Кальмаев Михаил. Он по собранию. И он же берется за занятия. Это очень большое. Они там у нас по плейлистам уже разобраны. Там не меньше 20 названий. А Сергей Попков почему работает? Он не по скайпу случайно? А там сразу видно будет. По-моему, нет. Хотя не знаю. Сергей работает, я должен знать это. Я сказал, каждую неделю давай знать, как дела идут. Ну, в общем, так. Если он помочь, это средствами решил. И ему долго не стали говорить. Он о мощах потерял, нашел, его коснулось. И видишь как. Заодно меня гвоздает за эти мощи. Ты из меня уж скоро мощи не буду. А тут понравилось. На всех не угодишь. А я никому никогда не угождал. Твои вот эти рассуждения, там, темы к истинному православию в этой книге, они своего часа ждут. Перемена в народе может наступить. При перемене жизни. Сегодня попы блокируют, а их зажгут, когда им не до этого будет. Поэтому все перед Богом. Их уже зажали народные, я же говорю, этот градус народного недовольства растет. Так они лезут везде. Лезут куда не надо, кто не просил их. Везде. Не то, что лезут, а вот еще вот такое, что патриарх-то сам призывает людей к нестяжательству, а сам показывает вот камень. А пример-то какой? А пример абсолютно никакого. Ну, понятно. Слово наше должно быть живо и действенно, не расходиться с делом. Как Ян Златоус говорит, проповедующий о вине, а тебя пьяного ведут свящеринки с красными губами. И кто поверит тебе? Проповедуй, не кури, а сам садишь одну за другой. Это так. А потом, если споткнешься, то тебя будут этим потом и потыкать. Тут же надо чистоту блюсти и, как говорится, ожидать со всех сторон подвохов и ударов. А они на это даже не смотрят. Да, конечно. Так, ничего больше нет у вас? Да нет, ничего нет. У меня своих тут много делов. Ну, отпускай, брат. Да благословит тебя Господь. Хорошо, что ты мне разрешил зайти на тот, на новый-то. Я как прораб прошел по площадке и сделал для себя какие выводы. Но если будет возможность перевернуть образец, как первый тот. Это вообще здорово. Я тут выставил, посмотрели бы. Понимаете, в чем дело? Этот сайт делается, его смогут сейчас много людей на айфонах, на телефонах сидят. Понимаете, как? Его будет удобно с таких устройств просматривать. Вот ваш сайт, его неудобно смотреть уже с этих айфонов. Вот, а этот сайт будет удобно. Хорошо. Все там будет как надо. Работают профессионалы. Понятно, я про шрифт только говорил. Про шрифт и межсрочное пространство, и чтобы жирный был. Да, все умеется, в одну секунду все делает. Ну, кто-то должен все это пересчитать и разделение дать. Слова слеплены, машина не разделит. Я объясняю, это робот делает, понимаете? Это робот допустил. А разделять-то вручную надо? Робот исправит ошибки. Он исправит робот. Ошибки это увидели сразу люди. Вы думаете, вы один заметил, и все. Это я уже давно знаю. А я думал, вручную вам надо разбирать-то. Это робот все сделает. Ну, понятно. Вручную это... Вот сидеть надо разбирать. Большое дело. Все, все откажу. Оставить. С Богом! Спаси тебя, Христос! С Богом! Слава Христу! Володя тут тоже. Ой. Давай, скачу. А-а-а! А-а!